В каждой выходной на этом пляже малазийского курортного острова Тиаман собираются волонтёры. Они приходят, чтобы собрать пластик, вымываемый на берег из океана. Затем все отходы превратят в автозапчасти, товары для дома и мебель. Основала проект под названием «Си Манки» 15-летняя Сидней Стидленд. «Сегодня пластик везде, и это очень плохо. Благодаря переработке можно очистить природную среду и одновременно создать полезные вещи и заработать на них деньги». Весь собранный пластик отправляется на перерабатывающий завод компании «Хэнг Хиап Индэстрис» в штате Джахор. Предприятие работает уже 17 лет, перерабатывая около 60 тысяч тонн пластиковых отходов в год. И 1200 тонн оно покупает у организаций, которые занимаются очисткой пляжей. Среди них и Си Манки. «Загрязнение морской среды становится проблемой. Мы решили сфокусироваться на пластике в океане. Мы можем предоставлять продукцию покупателям, которые заботятся об окружающей среде. Мы предоставляем им всё – от автомобилей и бытовой техники до мебели». Переработанный пластик покупают десятки компаний, которые производят самую разнообразную продукцию. От товаров для дома и косметической упаковки до игрушек и бытовой техники. Среди них компания «Океан», которая делает стулья для ресторанов и отелей. Это один из её последних дизайнов. Такой стул стоит около 75 долларов США. «Этот материал сделан из переработанного пластика, попавшего в океан. В основном перерабатывают ёмкости от йогуртов. Они прочнее пластиковых бутылок из-под минеральной воды. После переработки пластик превращают в небольшие гранулы. Их потом помещают в машину, которая создаёт стулья». Согласно недавнему отчёту Всемирного фонда природы, Малайзия входит в десятку основных мировых потребителей пластиковой упаковки. На каждого жителя страны в год приходится 16 килограммов. Согласно тому же отчёту, на Китай, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Таиланд и Вьетнам приходится 60% всего пластика, который ежегодно выбрасывают в океаны. В целом это 8 миллионов тонн.